Всем привет! С вами по-прежнему Оксана Акостина и в рамках марафона по контенту 3.0 мы с вами учимся преодолевать свою неуверенность в записи вот таких вот видеоролики. А также мы ищем свой собственный ухаризм. И этот видеоролик у нас под номером 5. Итак, мы сегодня распиливаем последнее правило, а именно быть полностью включенным в того или иного собеседника. И я вам также приведу пример именно на себе. Я дизайнер мебели и мне приходится общаться со своими собственными заказчиками ежедневно. И у нас где-то примерно 95% происходит вот такое вот дело. То есть человек приходит, говорит, что я хочу кухню. И здесь внимание, когда спрашиваем у удовольненного человека, какую он кухню хочет, 95% мне говорят, не знаю, я хочу кухню, но вы же эксперт, посоветуйте мне что-нибудь. Вот такие вот ситуации я постоянно слышу от своих собственных заказчиков. И если честно, я хочу сказать, что если я не умела бы слушать своих заказчиков, если я не была бы включённых именно в наш беседа, то вот эта вот мебель, которая бы производилась именно в нашем собственном цехе, она была бы однотипная. Но так как я, когда человек заходит ко мне, когда он садится возле меня, я полностью включаю данного человека. И я не просто включаюсь, я начинаю его слушать, задавать вопросы. И слушать не то, что он говорит, а слушаю его все вот эти жесты, все мимики, взгляд, вот это вот, всё, что вот между происходит, я это считываю с человека. И в итоге, когда у нас заканчивается беседа, и данный заказчик не всегда признаётся, что я выдала их собственным желанием, которые они, в принципе, мне в начале разговора даже не смогли объяснить словами. Ну а, в принципе, простые беседы, что с знакомыми, что с незнакомыми людьми, вы должны как минимум быть включёнными именно в того человека, то бишь как минимум его слушать. Но желательно, вы не только должны его слушать, вы должны его считывать, считывать его жесты, считывать его взгляд, мимику. И вот это вот, всё, что происходит между, вы должны это сочетать. Тогда вы получите именно тот успех от того или иного беседы, от одного или иного, знакомого или не знакомого человека. Каким образом это правило нужно применить вот в таких вот видеороликах? Хочу сказать, что вот каждый ролик, который мы с вами записываем, и не только с вами, но и, допустим, вы записываете свои собственные ролики, вот каждый ролик должен вести свою собственную какую-то задачу, свою собственную какую-то цель. И обычно, обычно это какая-то беседа, вы в конце видеоролика вводите в человека, в вашего зрителя, вы вводите именно на беседу, в комментарии. И когда человек вам что-то там пишет, не важно что, даже просто ваш ролик великолепный, вы обязательно должны на все абсолютно комментарии отвечать. Хочу честно сказать, что именно с комментарии бизнесмены берут входящий трат. Но, к сожалению, это вопрос не данным моего фона, поэтому просто закрываем на это глазки и просто знаем об этом, что именно с таких комментариев мы будем брать трафик и продолжаем наш видеоролик. Вас ждет интересное задание, и я вам сегодня предлагаю выйти на улицу, желательно, конечно, в общественный транспорт, там, не знаю, метро, автобус, троллейбус, ну что там у вас там все равно ездит. Либо, если нет такой возможности, то зайдите в общественное место, там, где много народа, сделайте интересный снимок, необычный, то есть состройте какую-нибудь рожу, неестественную, необычную, и сфотографируйте. Желательно, чтобы это было не селфи, а чтобы вас сфотографировал другой человек на фоне людей. Причем, опять же, вы, что эта фотография была, должна быть необычная. Возможно, это будет какой-нибудь язык ваш на всю фотографию. Либо вы там состройте себе рожки, либо еще какое-нибудь дело движения сделаете, жест какой-нибудь интересный, который, в принципе, в обычных условиях вы бы вот просто-напросто не сделали. И ваши фотографии, ваши снимки, ваши впечатления, ваши чувства я обязательно жду в нашем с вами чате. Второе задание. По традиции, где-то там сверху, вас ждет обязательно 5 предложений. Также, не задумываясь, что приходит первое вам в голову. На каждое предложение отвечаем по 5-6 ответов. Таких предложений у нас по традиции 5. А в следующем видеоролике я обязательно расскажу, что с этим списком вам нужно будет сделать. А с вами была Оксана Костина. Увидимся в следующем ролике.